Элис молода, красива, занимается любимым делом. Если бы она не потеряла мужа несколько лет назад, то можно было бы сказать, что она просто эталон счастливой женщины. Ближайшие подруги полны решимости выдать ее замуж. Именно для этого они отправляют Элис в самый романтичный отель на свете, легендарную Нормандию в Давиле. Уж там-то она точно кого-нибудь встретит. Страстный любитель вина Жак переживает кризис как в профессиональном, так и в личном плане. Он одинок, его винный бизнес не приносит дохода, а самое грустное, что из-за проблем с сердцем врачи запрещают им и пить какой-либо алкоголь. Однажды в магазин заходит медсестра, которая вообще не имеет представления о вине и с большим трудом может отличить красное от белого. Сварливый винодел и болтливая женщина, похоже, созданы друг для друга. У Жульена серьезная проблема. Он прекрасный консультант в брачных вопросах, но ни одна женщина не остается с ним дольше, чем на две недели. Он приносит им несчастье, не абстрактную неудачу, а вполне конкретное несчастье. Его женщины или попадают в больницу несколько раз в неделю, или у них рушится карьера, или они ссорятся навсегда со своими близкими. Жуана убедится в этом на собственном опыте. Изабель мечтает о свадьбе, но на ее семье лежит проклятие. Все первые браки неминуемо заканчиваются разводами. Поэтому, когда ее парень делает ей предложение, Изабель решает перехитрить судьбу. Она отыскивает первого попавшегося лузера, влюбляет его в себя и вместо того, чтобы развестись, случайно влюбляется сама. У редактора модного глянцевого журнала «Алис» безупречный вкус, отличное резюме и репутация железной леди. Но однажды начальство намекает, что возглавлять молодежное издание должен кто-то более смелый и провокативный. Решение приходит неожиданно. По нелепой случайности по миру шоу-бизнеса разносится слух о ее романе с 18-летним студентом. Саша живет беззаботной и легкомысленной жизнью в окружении красивых девушек, друзей и музыки. Шарлотта уже дважды успела побывать замужем и больше не собирается повторять своих ошибок. Хотя, как знать, может быть у судьбы свои планы. Прожженный дамский угодник «Аликс» задевает на пару с сестрой занятный бизнес. Он разбивает нежелательные для клиентов романтические союзы. Дело идет как по маслу, пока «Аликсу» не попадается по-настоящему сложный заказ. Ему поручено разлучить поистине идеальную пару. Скромный кондитер Жан Рене и его новая обаятельная сотрудница Анжелика – идеальная пара. Они оба без ума от шоколада, романтичной музыки и парижских вечеров под развесистыми каштанами. Но оба ужасно стеснительны и ни один из них никак не решается сделать ответственных шаг навстречу зову сердца. Смогут ли предназначенные друг для друга возлюбленные преодолеть природную робость или, так и суждено им в одиночестве посещать собрания общества анонимных романтиков? Роза живет в провинции со своим отцом, обручена самым выгодным женихом их городка. И, казалось бы, ей предначертана тихо спокойная жизнь домохозяйки. Однако все меняется, когда она встречает красавца Луиса и вместе им предстоит покорить весь мир. Авантюристка Ирен принимает скромного служащего отеля Жанна за миллиардера. Обнаружив свою ошибку, она тут же покидает его, однако влюбленный Жанн бросается следом. Его сбережения быстро заканчиваются и от отчаяния Жанн принимает предложение стать сопровождающим немолодой и чрезвычайно обеспеченные дамы.